Добрый день, дорогие друзья! В воскресенье, 7 мая, французы будут выбирать своего президента. Это второй тур. Осталось два кандидата. Марин Ле Пен и Эммануэль Макрон. Судя по соцопросам, все идет к победе Макрона. Поэтому давайте поговорим об этом человеке, который больше похож на размытую голограмму, на маркетинговую муть какую-то. Поговорим об этом ротшильдовском бунтаре, аутсайдере, антисистемном кандидате, который на самом деле, если судить по его образованию и карьере, является совершенной выжимкой, дистиллятом всех характеристик французской элиты. Макрон учился в элитарной школе, изучал госуправление в Science Expo. Учащиеся в этом вузе не столько получают знания, сколько покупают доступ к политическому эстеблишменту, к политическим связям. Это очень важно, потому что средства массовой информации во Франции полностью поддерживает Макрона. Точно так же, как в Америке в свое время полностью поддерживали Барака Обама. Дело в том, что почти в каждой французской газете задают тон выпускники Science Expo. Большинство французских журналистов либо выпускники, либо учились в Science Expo. И это немаловажно. Потому что, если посмотреть на отношения средств массовой информации к Макрону, то что бросается в глаза? Его фотографии на всех обложках журналах. На обложках всех журналов. Постоянные хвалебные статьи, подхалимские интервью. Никогда ни одного слова критики. В то время как его политический соперник, Марин Ле Пен постоянно черняется и оскорбляется. Полная параллель с Бараком Обамой и с подхалимыми из американской прессы. Вот, например. В январе этого года журнал Foreign Policy Magazine представил своим читателям Макрона статье под названием «Говорящий по-английски французский политик германофил, которого так ждала Европа». Вот это называется объективный журналист, никакого подхалимажа нет тут. И под заголовок этой статьи Эммануэль Макрон обещает надежду и перемены для всего континента. Надежда и перемены. «Hope and change». То есть это бессовестно украденный слоган Обамы 2008 года. И пресса не только облизывает его со всех сторон, но и постоянно оскорбляет Ле Пен. И каждый раз, когда речь идет о ее партии, их называют крайне правыми. Неправыми, неправоцентристами, не центр-левыми. Она на самом деле скорее социалистка по своему мировоззрению. Но ей просто необходимо ее называть крайне правой. Или, как в этой статье о Макроне, «Ультра крайне правой». Ну, то есть, чтобы всем стало недвусмысленно понятно, насколько она крайне правая. Но вернемся к Макрону. В конце концов, он поступил в национальную школу госуправления. В этом вузе на будущие представители правящего класса Франции наносят последний слой лака и лоска. Оттуда вышло три президента, шесть премьер-министров. Скажем так, там можно приобрести очень мощные связи. После всей этой образовательной подготовки Макрон пошел работать прямо в Министерстве экономики и финансов. А после этого он ушел в банк Ротшильда, потому что каждый лиценер должен сначала поработать на Ротшильда. Затем в августе 2014 года он стал министром промышленности цифровых данных, министром экономики и промышленности цифровых данных у президента Олландо. Он проработал там два года и вышел в отставку в августе 2016 года. Организовал свою партию и пошел в президенты. В 2008, когда он пришел в банк Ротшильда, ему было 30. Он пришел туда с рекомендациями от многих влиятельных выпускников национальной школы госуправления. Включая Франсуа Энро, давнего бизнес-партнера Ротшильдов. Банкиры, с которыми он работал у Ротшильда, молодые банкиры, на них он особого впечатления не произвел. Потому что он не знал, не понимал элементарных банковских и инвестиционных терминов. И он даже не пытался этого скрывать. И при этом он изначально пришел на достаточно высокую должность. И почти сразу его пристегнули к сделке с Nestlé. Nestlé купил у американской фирмы Pfizer подразделение детского питания за 12 миллиардов долларов почти. И Макрон получил комиссионный за эту сделку, стал миллионером. Потом они его сделали партнером. Обычно для этого надо десятилетий упор на труда, огромный опыт, компетентность. Макрон не имел никакого опыта, не понимал работы. Он не владел даже профессиональными терминами и жаргоном. Но, но, он принес с собой контакты в правительстве. То есть совершенно ясно, что кто-то влиятельный или какая-то влиятельная группа его активно продвигали. Они сделали его миллионером. И потом начали продвигать его политически. При подготовке к выборам команда Макрона опросила тысячи французов. Им надо было знать, что французы хотят услышать. Хотят услышать от политиков. 25 тысяч очень детальных собеседований с избирателями легли в основу его политической платформы. В основу фразеологии тех слов, которые он использует. То есть он маркетинговый кандидат. Некое такое стройнящее зеркало. Он говорит то, что хотят услышать. Не то, что правильно и хорошо. А то, что народ считает правильным и хорошим. Это социопатическая манипуляция. Понятно, что программа, которую состряпали в результате этих подробных собеседований, в основном с невежественными людьми, которые ни в чем не разбираются. Спрашивая их, какая комбинация слогов, слов, звуков приведет Макрона к президентству. Эта программа какая-то бесформенная. Эта попытка всем понравится. Он предлагает, в общем, совершенно противоречивую политику. То есть он собирается снизить налоги и расходы, с одной стороны. И при этом одновременно увеличить помощь малообеспеченным, выплаты безработным. 50 миллиардов евро на инфраструктуру потратить. И, конечно же, перейти на возобновляемые источники энергии. Секрет его успеха в том, что никто не понимает, что он будет делать, когда придет к власти. Он просто бросает в эфир маркетинговые слоганы, которые нравятся определенным фокус-группам. То есть он симпатичный, телегиничный, очень эмоциональный. Он кричит на митингах до хрипоты. Он становится на колени, клянется в любви своим избирателям. Он надеждопеременный кандидат, который должен убедить всех, что они не стоят у края пропасти. При этом он якобы аутсайдер, которого поддерживают ЕС, НАТО, финансовые рынки, политмашина Клинтона, Обама, французский эстеблишмент, различные олигархи и шесть крупнейших французских медиагрупп. А теперь перейдем к жене Макрона. У них есть некоторая разница в возрасте. Она старше его на 24 года. Это не совсем скандал, но это как-то странно. Что же касается скандалов, то если ты президент Франции, то никому нет до этого дела. У Франсуа Миттерана была вторая тайная семья. Он до сих пор популярен. Жак Шарат был осужден за растрату госсредств, когда он был мэром Парижа. И он получил два года условно. И Николя Саркози, и его жену Карл Бруни, их обоих, обвиняли в супружеской неверности. Его еще, кстати, собираются судить по поводу скандала с финансированием компании 2012 года. Ну а действующий президент Оланд имел, ну или имеет связь с французской актрисой Жули Гае. При этом это так возмутило французов, что он изменил своей жене, что ее популярность выросла на 2%. Жене Макрона 64 года, а ему 39. У нее 7 внуков. Когда они познакомились, ему было 15, а ей 40. Она была его учителем французского. Во Франции возраст сексуального согласия 15 лет. Но если у них была связь до его 18-летия, то она нарушила закон. Так как она была его учителем и обладала над ним властью. То есть он был ее подчиненным в этом смысле. И это значит, что он уязвим. Подумайте сами, почему его отобрали и продвигали. Да, он симпатичный, у него хорошо подвешенный язык. Но в подавляющем большинстве случаев элиты продвигают ей, потому что они могут их контролировать. То есть это только предположение. Я говорю о возможности, никаких фактов нет. Но если существует доказательство, улики, что они, то есть он и его будущая жена, вступили в связь до его 18-летия, они могут его уничтожить. Я имею ввиду элиты. Они могут жену отправить в тюму. Потому что можно представить это так, как сексуальное домогательство 40-летней учительницы к 15-летнему мальчику. Ну, в общем, вот такой он Макрон. Никто не может сказать, что он на самом деле из себя представляет. Французские братья могут нафантазировать себе о нем все, что им нравится. Но эти выборы много чего прояснили о некоторых левацких идеологиях. Ну, например, в особенности о феминизме. Французские женщины поддерживают Ле Пен подавляющим большинством. Оно может наконец разбить пресловутый вот этот вот позреархальный стеклянный потолок. И стать первой женщиной президентом Франции. И феминистки ненавидят Ле Пен. Феминизм это сборище полезных идиотов для социализма. Они не имеют никакого отношения к женщинам. Они не любят женщин, они любят социализм. Женщин они используют как биологическое оружие против тех, кто препятствует распространению социализма. Поэтому эти выборы полностью сорвали покровы с феминизма. Женщины поддерживает Ле Пен. Она кандидат женщина. И сумасшедшие феминистки пытаются помешать женщинам Франции проголосовать за кандидата женщину, возможную будущую первую женщину французского президента. Бедные тоже поддерживают Ле Пен. В Париже в центре французского богатства за нее проголосовали только 5%. В сельских округах, где люди беднее, где выше безработица, люди голосуют за Ле Пен. И левые ненавидят Ле Пен. Они продвигают банкир, кандидата от эстеблишмента, человека, который фактически раб, слуга, лакей существующих структур вот этой вот псевдокапиталистической страны. Левые активно сращиваются с олигархами. Они тоже себя полностью проявили. Также полностью обнажена российская фразеология. Мигранты, мусульмане, исламисты. Их культуру надо уважать. Им позволено любить свою культуру, гордиться своей культурой, своим образом жизни, своим мировоззрением. Но белая, коренная французская культура, они не имеют права гордиться ею. Она не заслуживает никакого уважения. Это означает враждебное отношение к белым и поклонение перед небелыми. Это означает ненависть к белым. И вот это уже самый настоящий расизм. Спасибо за внимание. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. До новых встреч. Еще раз спасибо за внимание. До свидания.